Это новости на канале Энск 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Все елки под контролем, нелегальные дровосеки, вас снимают скрытые камеры. Уникальный бас профунда под сводами кафедрального собора, польский священник в стиле барокко. Эксклюзив своими руками. Наши люди покоряют Лондон. А теперь я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях дня. Сегодня Новосибирск накрыло необычное для нашего региона явление ледяной дождь. Такой погодный катаклизм стал возможным из-за теплых циклонических возмущений, оккупировавших север-западной Сибири и проходящей по Новосибирской области. Синоптики предупреждают, что ледяной дождь может идти в ближайшие 2-3 дня. Все это способствует усилению гололедных явлений, увеличению ДТП и коммунальных аварий. Кроме того, следует избегать опасных из-за сосулек участков. Все меньше времени остается до любимого семейного праздника Нового года. Один из его главных символов, как известно, хвойное дерево. Совсем скоро в Новосибирске заработают елочные базары. Но в то же время это и особо напряженный период для защитников леса. Нелегальные дровосеки ради наживы уничтожают деревья там, где это делать запрещено. Как намерены власти защищать зеленые насаждения, расскажем далее. В Новосибирской области начались ежедневные дежурства по охране хвойных молодняков каждого лесничества. Так называемых черных лесорубов караулят 30 патрульных групп, 24 стационарные видеокамеры и 240 общественных лесных инспекторов. Проводится патрулирование у нас на трассах федерального значения, на дорогах общего пользования, где, возможно, провоз у нас заготовлены древесины с целью проверки законности заготовки. Начиная с декабря патрулирование и вовсе станет круглосуточным, поскольку нелегальные дровосеки наверняка активизируются. Но мы прекрасно знаем, что небольшие ели или пихты растут и в самом Новосибирске, и также могут привлечь внимание лесных браконьеров. В городской черте малогабаритные хвойные деревья от незаконных вырубок будут защищать традиционным проверенным способом. Их опылят специальным веществом, которое абсолютно безвредно при минусовой температуре, зато в помещении начинает издавать резкий неприятный запах. И все-таки статистика показывает, что незаконные вырубки под Новый год происходят, несмотря на все меры предосторожности. По счастью, большую часть нарушителей удается вовремя остановить. Им грозят как административная, так и уголовная ответственности. Как будет в текущем году, посмотрим. Зима – это не только мороз и снег, но еще и всевозможные забавы, такие как катание на коньках. Однако в этом году что-то пошло не так. Заливать лед на катках в нашем городе пока не спешат. Ссылаются на погоду, хотя многие горожане возмущаются, что и морозы уже были, да и сейчас температура минусовая. Кататься на коньках новосибирцы любят. Обычно мы ходим туда с друзьями, или я сама люблю ходить. Ну да, просто покататься. Впрочем, рано или поздно ледовое покрытие сделают. На центральных площадках таких, как стадион «Спартак». А вот жителям улицы Железнодорожной 2 повезло меньше. Каток нужен всем. Эти годы все было хорошо. Чистился, заливался, дети играли. Свет редко включали. А так, конечно, нужен. Двор большой, домов много. Без катка просто нету жизни. Детский тренер, учивших местных ребятишек хоккейным премудростям, уволился. Нового на предлагаемые условия пока не нашли, говорят местные жители. Как, судя по всему, и рабочего, который будет следить за состоянием льда и площадки. Объявление видели, требуется работник. Соответственно, если нет работника, кто его почистит, кто его зальет. В целом же многие горожане едут через полгорода, чтобы попасть на каток. Например, эта женщина до стадиона «Спартак» добирается с военного городка. Я с детства катаюсь на коньках и очень жду, когда его зальют. В России развитие физической культуры и спорта в числе национальных приоритетов. Особую роль здесь играют регионы, муниципалитеты, поскольку путь к успеху, победам и рекордам начинается с дворовых спортивных площадок. Некоторое время назад заявил Путин. Прорыва в количестве и качестве спортивных объектов с тех пор так и не произошло. По крайней мере, в нашем городе. Заходить в чужую квартиру без разрешения хозяина противозаконно. Об этом знают все. Человек имеет полное право не открывать дверь даже правоохранительным органам, если нет соответствующего ордера. Вроде бы хорошее правило, которое защищает граждан. Но в нашей следующей истории оно стало настоящей проблемой для нескольких квартир жилого дома. Жители целого подъезда этого дома на улице 25 лет октября уже полтора месяца живут без отопления. В остальных квартирах тепло есть. В управляющей компании нашли причину отключения. В квартире на первом этаже прорвало стояк, но починить его сантехникам не удается. Помещение принадлежит муниципалитету. В нем проживает пожилой мужчина, который никого в квартиру не пускает. Приехала полиция. Полиция посмотрели, он не открывает. Он сидит там, но он не открывает. Он знает, что никто не может скрыть квартиру без его ведома. Приходил участковый. Приходят сантехники. То есть бесполезно. Нам тоже никто не открыл. Соседи рассказывают, мужчина доставляет массу проблем, помимо отключения теплоснабжения. Он собирает мусор со всех помоек и несет в свою квартиру. Да еще держит в ней несколько больших собак. Отсюда антисанитария по всему подъезду. Мы таракановы сгребаем веником. Понимаете, веником. Потому что мы второй этаж, мы за ним, хотя и все, кажется, отделаны все щели, но все равно мухи, блохи. Как заставить соседа пустить к себе сантехников и участкового, люди не знают. Говорят, единственный выход – обратиться в администрацию Калининского района. Ведь квартира все-таки муниципальная. Но чиновники пока молчат. И с наступлением серьезных холодов люди могут замерзнуть в своих квартирах. Вместе с тараканами. И уже перед самым выпуском новостей нам позвонили жители данного дома. Они сообщили, что специалисты МЧС все-таки вскрыли злополучную квартиру. Там, как и предполагалось, обнаружили груды и мусора. А сантехникам хоть и с трудом удалось добраться до стояка и устранить дефект трубы. Ранее мы рассказывали о преподавателе Новосибирского архитектурно-строительного университета Владимире Каратаеве, который долгие годы стоял в очереди на получение жилья. Как рассказал мужчина, совсем недавно он занимал 401-ю позицию, а потом его без объяснения причины переместили в самый конец листа ожидания. Теперь Владимир оказался в очереди 7101-м. Ситуацию прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска. 76-летний педагог новосибирского вуза встал в очередь на жилье еще в 2002 году. Ранее он получил официальное заключение госсанэпидемнадзора, что единственная его недвижимость – две комнаты в коммунальной квартире – для проживания непригодны. Также со ссылкой на закон об образовании Российской Федерации мужчина пояснил, что учителя и преподаватели, стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получают помещение вне очереди. Но данное обстоятельство власти никак не прокомментировали, да и все эти 15 лет во внимание не брали. 3 ноября ситуация ухудшилась. Пожилой педагог магическим образом оказался на 7101-й позиции. После выхода нашего репортажа мэрия Новосибирска прокомментировала, что фактически место Владимир Каратаев не терял. Просто недавно произошло слияние всех общегородских листов ожидания в один, и 401-е место мужчины по всему району трансформировалось в 7101-е по городу. Таким образом, получается, что своей очереди лишились тысячи новосибирцев и оказались отброшены в конец списка. Власти уверяют, что свою жилплощадь преподаватель обязательно получит. Только сколько лет придется ждать уже немолодому новосибирцу, а также всем его товарищам по несчастью, до сих пор неизвестно. Остается только надеяться, что 76-летний человек доживет до того времени, когда его далекая 7-тысячная позиция приблизится к заветному жилью. Имею право знать. Открытый урок с таким названием прошел в Новосибирской гимназии номер 13. Сотрудники областной полиции и Минздрава рассказали учащимся о последствиях употребления наркотиков. А бойцы спецподразделения «Гром» показали, как они обезвреживают преступников. То, что урок получился познавательным и динамичным, убедилась наша съемочная группа. То, что спецназовцы наркоконтроля областного полицейского главка, люди жесткие, сильные и ловкие, ученикам показали наглядно. Во время демонстрации навыков бойцов спецподразделения «Гром» решил обратить на себя внимание полицейский ретривер, который тоже побывал в гостях у гимназистов. Впрочем, внимательные ученики отнеслись и к тому, что говорили о распространении наркомании на открытом уроке «Имею право знать». Ведь если наркотики, вводящиеся в организм с помощью инъекций, сегодня теряют популярность, в том числе из-за негативного ореола вокруг них, мол, можно подхватить такие заболевания, как гепатит или ВИЧ-инфекцию, то курительные наркотики пока молодежь мало чем пугают. По поводу употребления путем курения до сих пор не сформировано вот таких опасений, не только у детей, но даже и у взрослых, у молодежи. И вот в связи с этим все новые и новые пробы бывают. И не просто вот не пробовать и все, а вот один раз попробовать, мол, ничего не случится. Вот этот миф надо, конечно, ломать. Открывая дверь к употреблению курительных наркотиков, специалисты считают, доступное нынче курение табака. Кстати, тоже вызывающее сильнейшее привыкание. Обо всем этом ученикам показали в фильм и объяснили доходчиво о смертельном вреде любых наркотиков. Прошел урок в гимназию номер 13 в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Сразу два резонансных происшествия сбудоражили 22 ноября Новосибирск. В половине пятого утра в самом центре города на площади Ленина был разгромлен недавно открывшийся ночной клуб «Танцуки». Компания молодых людей, вооруженных битами, палками и газовыми баллончиками, вышибли стекла в увеселительном заведении и внутри распылили газ. Все хулиганы были задержаны сотрудниками Росгвардии, а вот в другом происшествии не обошлось без жертв. В результате драки из атрибутики между фанатами Новосибирской Сибири и Красноярским Енисеем погиб 30-летний болельщик из Красноярска Эдуард Самушкин. Первыми об этом сообщили пользователи социальных сетей. Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса случилось утром в центре Новосибирска. Одного пострадавшего увез в реанимобиль. Однако получивший травмы оказался пассажиром, но не общественного транспорта. В ситуации разбирался наш корреспондент. Напряженность автомобильного движения, который бывает в час пик в центре Новосибирска, никак не сказывается положительным образом на его безопасность. Водители, торопящиеся по своим неотложным делам, то и дело подрезают других участников дорожного движения, резко тормозят, в общем, едут нервно и не совсем по правилам. Наверное, именно эти факторы стали причиной и столкновения троллейбуса 23 маршрута с грузовой газелью. Последнюю, уже почти на перегрёстке улиц Гоголя и Ипподромской, догнал общественный электротранспорт. Да фига он знает, что затормозил. Там у него зелёный, он мог бы ехать, резко затормозил. Вот скорости не было. Скорость был бы, я его туда протащил. Он резко затормозил, я не справился, ударился. Что мне делать? А в салоне много пассажиров было? В салоне много было, конечно. Но никто не пострадал там. У водителя газели была несколько иная версия случившегося. Пробка была, все потихоньку ехали. Ну и всё, кто-то впереди тормознул, я тормознул. Троллейбус не успел. Всё по-простому. То есть пробка прямо здесь на перекрёстке была? Да, она же тянется вот так потихонечку все. А ехали вообще на зелёный, да? Ну, конечно, на зелёный. Просто обычная невнимательность. И уже третий вариант ДТП озвучил аварийный комиссар. Он считает, что грузовичок мог неожиданно перестроиться из левого ряда в правый, по которому уехал троллейбус, и уже после этого резко затормозить. Но в любом случае во всём разберутся сотрудники ГИБДД. Во время работы нашей съёмочной группы их ещё не было, в отличие от реанимобиля, который забрал девушку-пассажирку «Газели», по словам очевидцев, с черепно-мозговой травмой. Новосибирская общественная благотворительная организация «Алмазные сердца» провела концерт в честь грядущего Дня Матери. Целью мероприятия было не только поздравление мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, но и привлечь внимание горожан к тем финансовым и эмоциональным трудностям, с которыми сталкиваются родители особенных ребят, пытаясь поставить их на ноги. День Матери – праздник, крайне важный для мам особенных детей. Ребятам с отклонениями в физическом и умственном развитии требуется намного больше внимания и заботы, так как детьми они, по сути, остаются на всю жизнь. Для помощи таким маленьким людям в сборе средств на лечение, планировании досуга, прохождении коррекционных курсов новосибирские семьи, воспитывающие детей инвалидов, решили создать свою общественную организацию. Наши цели, наши организации объединились бы для того, чтобы подарить нашим детям возможность общения. Ведь не секрет, что инвалиды-колясочники зачастую просто заперты в четырех стенах. А здесь у нас появляется возможность общаться и дружить, радоваться жизни, как все другие люди. Совместными усилиями педагогов комплексного центра социального обслуживания Зайльцовского района, родителей, состоящих в организации «Алмазные сердца» и городских детских творческих коллективов состоялось мероприятие, приуроченное к грядущему Дню Матери. Сейчас «Алмазные сердца» открыли сбор средств на проведение праздничного новогоднего мероприятия для особенных детей, которое состоится 16 декабря в Центре Содружества. Если вы хотите оказать материальную помощь родителям детей-инвалидов и подарить им яркий праздник, то свяжитесь с руководителем общественной организации Натальей. Номер телефона вы видите на экране. Первый секретарь посольства Израиль в России сложила свои полномочия. Мероприятие, посвященное проводам чиновника, состоялось в Еврейском общинном культурном центре. Также Ирис Цвайк представила своего преемника, который продолжит сотрудничество между странами. Подробности далее. За годы работы экс-первый секретарь наладила контакт со многими организациями города и укрепила тесное сотрудничество между Россией и Израилем. В последнем проживает полтора миллиона россиян. В Новосибирск Ирис Цвайк привезла частичку израильской культуры. Конечно, грустно, что это закончилось для меня. А с другой стороны, здорово, что это было. Правильно? Пять лет – это, в общем, практически десятая часть моей жизни и матери. Мы работали вместе, все знают, тандем был неразделим. Выразить слова благодарности Ирис Цвайк за тесное и плодотворное сотрудничество пришли представители администрации города, области, руководители культурных учреждений, СМИ, общественных организаций. Мероприятие прошло в Еврейском культурном центре, атмосфера, в котором среди холодной сибирской погоды позволяет почувствовать себя в теплом, духовном Израиле. Мы работаем на то, что люди объединились вместе, что была дружба, мир. Это очень правильно. Тем более, что между Россией и Израилем есть очень глубокие отношения. На плечах нового первого секретаря посольства Израиля большая ответственность. Необходимо держать высокую планку, которую за пять лет установила Ирис Цвайк. Впереди новые имиджевые проекты, взаимная дружба, обмен опытом. Русская культура в Северном Китае. Прикоснуться к ушедшей эпохе можно в Краеведческом музее, где открылась выставка «Вера, Надежда, Маньчжурия». Для того, чтобы попасть в наш город, представленные экспонаты преодолели почти половину Евразии. Какие цели преследуют организаторы выставки? И что ново могут узнать посетители, разбирался Василий Акимов. Музей имени Арсеньева из Владивостока. Для Новосибирска звучит достаточно непривычно. Тем не менее, в этом учреждении есть немало экспонатов, способных удивить сибиряков. Их привезли на эту выставку, невзирая на тысячи километров, разделяющие наши города. Это очень качественная музейная работа. Ее привезти стоило в Новосибирск хотя бы ради того, чтобы распространять лучшие профессиональные практики. На выставке представлены фотографии, запечатлевшие жизнь русских старобрядцев в китайском селе Романовка на рубеже 30-х-40-х годов. Автор этих фотографий – японский подданный, служивший в те годы чиновникам и увлекавшийся фотографией. Профессор Накамура в очередной свой приезд в Владивосток сказал, что вот жив еще и Мадзоя Сабура, фотограф, который работал в Романовке в конце 30-х годов. И у него остались фотографии. И благодаря посредничеству профессора Накамуры эти фотографии мы получили, нам их подарили. С приходом в Китай советских войск и коммунистов старобрядцы были вынуждены покинуть Северный Китай. Сотрудники музея нашли потомков людей, изображенных на фотографиях практически по всему миру. Благодаря им каждому изображению удалось написать целую историю. Новосибирские старобрядцы, посетившие выставку, оказались впечатлены. Я ощутил здесь на выставке, что не просто мы смотрим на эти фотографии, а эти люди с фотографией смотрят на нас. Вот это почему-то ощущается. Эта выставка проработает в Кривейческом музее еще месяц. А уже в четверг в художественном музее откроется еще одна экспозиция, посвященная старобрядцам – «Алфавит духовный». Так что, похоже, интерес к представителям этой религии в нашем городе немалый. В Новосибирске пройдет концерт католического священника из Польши Збигнева-Стемпняка. Священнослужитель обладает редким тембром голоса – бас-профунда. В программе прозвучат композиции от барокко до раннего романтизма. На репетиции побывала наша съемочная группа. В столице Сибири Збигнев-Стемпняк был год назад. В течение месяца проходил стажировку в консерватории, выступал с концертами на сцене филармонии. Голос, которым обладает священник – бас-профунда. Очень низкий и мощный. Также достаточно редко встречается среди вокалистов. Я думаю, что об этом должны сказать слушатели или специалисты. Очень тяжело говорить про своем голосе. Но так думаю, а как священник, католический священник, говорю, что это Божий дар, и потому надо его развивать. Помимо музыки Баха, Шульца, Франца Тундера, в программе концерта прозвучат произведения польского композитора Станислава Манюшка. Для зрителей более часа слушать только барочную музыку утомительно разбавят вечер композиции малоизвестных немецких авторов под аккомпанемент скрипки и органа. Дело в том, что я играла уже практически со всеми возможными голосами, инструментами. Трудно назвать с какими представителями каких музыкальных профессий я бы не играла. Но вот именно с таким голосом – это мой первый опыт, первый эксперимент. В Новосибирском кафедральном соборе концерты проходят регулярно, один раз в неделю. После концерта у всех есть возможность обсудить с исполнителями репертуар. Музыканты отмечают, что есть постоянные слушатели, а есть и новички. Но и те, и другие отзываются о программах только положительно. Новосибирск – акцентр шляпного производства в России. Такая перспектива может стать реальностью благодаря усилиям энтузиастов из нашего города. Некоторые из них уже получили признание в Лондоне и Нью-Йорке. В тонкостях шляпного дела в столице Сибири разбирался Василий Акимов. Шляпки бывают разные. Говорят, об этом знает каждая женщина. Но даже они оказываются впечатлены разнообразием этих предметов-аксессуара, изготовленных руками новосибирских мастеров. При определенном таланте и настойчивости изготовить шляпу своими руками может практически каждый. Где-то через год упорной практики. То есть это такая очень мелкая, очень точная работа. И чтобы сделать что-то действительно красивое, нужно потратить определенное время и усилие. С материалами для изготовления шляп в нашем городе все далеко не просто. Нужное сырье еще придется поискать. Есть какие-то очень специфические материалы, которые в принципе в России не производятся. Там тот же фетр мы заказываем из Чехии или из Великобритании. Зато если у вас есть талант и упорство, то вполне может получиться вот такое маленькое чудо. Ведь невзирая на наш суровый климат, новосибирские модницы в любое время года в восторге от этого хендмейда, сделанном своими руками. То есть это и вдохновение, и самовыражение, и любимая птица, и это я. Поэтому всем красивых шляп, и вот чтобы ваш каждый день всегда был ярким и незабываемым. Говорят, когда-то в России была своя школа изготовления шляп. За годы советской власти все это было утеряно. Теперь приходится наверстывать. И у новосибирцев уже есть первые достижения. Шляпы наших мастеров заказывают модники из Европы, Великобритании и Америки. Так что уже есть чем гордиться. На этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Вашим мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до новых встреч.